1 ноября в Воркуте стартовала призывная кампания. Прохождение военно-врачебной комиссии только первый этап на пути к исполнению долга перед Родиной. В этом году около 250 воркутинских призывников уйдут служить в вооруженные силы Российской Федерации. В этом году в армию уйдут почти на 150 воркутинцев меньше, чем в прошлом. Однако необходимость в грамотных боевых кадрах год от года только возрастает. Внесены изменения в законодательство о воинской обязанности. Несли изменения в федеральный закон о воинской обязанности военной службы. Указ президента о порядке прохождения военной службы. То есть сейчас большое внимание уделяется именно военной службе. И соответственно все бегуны, которые бегают от нас, они будут получать вместо военного билета справа. Уже через три месяца службы солдат-призывник может написать рапорт на военную службу по контракту. Воркутинцы отправятся служить в военные части западного округа, от Мурманска до Нижнего Новгорода. Закаленные севером ребята будут служить и в морской пехоте, и в воздушно-десантных войсках. Хочу служить. Даже мне интересно, чему я научусь в армии. Стану, может быть, лучше. Я бы хотел в морскую пехоту. Куда-нибудь на Домовосток, чтобы забрали. Служба в рядах вооруженных сил не только важная веха в жизни каждого мужчины, но и ключ ко многим дверям. Особенно при трудоустройстве. А что делать тем, кому здоровье не позволило отслужить раньше? Мы уже один раз списали. Здоровье на него улучшается, оно ухудшается. Поэтому у него возможности какие есть. Если у него есть диплом высшего образования и возраст до 35 лет, при наличии военного билета, он может подойти к нам. И мы его призовем на военную службу по контракту. Один год службы не дает в итоге полноценного эффекта. И солдаты не всегда готовы работать с современной сложной военной техникой. Поэтому в Комитете по обороне Государственной Думы готовят изменения. Срок службы могут увеличить до двух лет. Для меня служба в армии – это такая веха всю жизнь. Когда собираются мужики, одна из тем для разговора – это армия. Есть что вспомнить, есть что рассказать. Вроде бы год, конечно, не как раньше три было у нас, а у вас всего год. Учебка, войсковая часть и уже домой. С началом призывной кампании отмечается и День призывника. В скором времени этих ребят ждет решение призывной комиссии. Многие пойдут служить и уже через год вернутся в Воркуту настоящими мужчинами. Александр Воеводин, Павел Корнев, ТВ Гало, Воркута.